Всем привет! Я Циба Валерия, студентка кафедры перевода Национального технического университета Днепровская политехника. И я участвовала в переводе и озвучивании этих видео. Надеюсь, вам понравится. Один из самых действенных способов, чтобы поделиться своими знаниями и увлечениями с миром, распространить идеи и утвердиться в качестве лидера и вести блог. В этом видео мы рассмотрим, как вы можете публиковать посты или статьи с помощью LinkedIn. Я знаю, о чем сейчас многие думают. Я не хочу учиться вести блог, а затем все время писать посты. Платформа LinkedIn упрощает работу. Она позволяет вам легко написать статью, а затем поделиться ею с миром. На домашней странице сверху, где вы можете поделиться статьей, фотографией или новостями, вы также можете написать пост. Я кликну на это. Откроется страница LinkedIn, где мы можем начать писать пост. Одним из самых больших преимуществ этого в LinkedIn является то, что ваш пост будет привязан к вашей учетной записи LinkedIn. И это отличный способ получить признание и более того, рассказать о ваших увлечениях, просто заполнив информацию в вашем профиле LinkedIn. Давайте проверим, насколько легко создать пост. Во-первых, я могу дать ему заглавие, но я предпочитаю делать это в конце. Однако в этом случае напишу заглавие сейчас. Я кликну здесь и назову его «Your education is your foundation». Далее ниже вы можете начать печатать свой контент. Я вставлю здесь контент, который я уже напечатал. Итак, это то, что я написал, и я вставлю это здесь. Теперь сверху появилась возможность использовать некоторые функции текстового редактора, включая изменение стиля заголовка, а также выделение его положительным шрифтом, курсивом или подчеркиванием с использованием точек, добавлением ссылки или установкой чего-то отдельно с цитатами. У меня также есть возможность добавлять мультимедиа. Если я кликну на значок слева, он позволит мне вставить изображение, видео, слайды и многое другое, что может оживить пост. Теперь, вернувшись сначала, у вас есть возможность добавить изображение, которое будет связано с вашим постом. И я настоятельно рекомендую вам сделать это. Рекомендуемый размер изображения 744 на 400 пикселей. В этом случае у меня есть изображение, сохраненное на рабочем столе, которое я хочу добавить, поэтому я кликну здесь, откроются файлы на моем компьютере, я кликну Education, и изображение добавится. Итак, опять же, я действительно думаю, что подобное изображение помогает оживить ваш пост. Как вы можете видеть, я не собираюсь добавлять мультимедиа в этот пост прямо сейчас, и пока он выглядит так. Я считаю, что использование изображения внутри вашего поста из клавиша излечайно важно. Но я хочу на минутку напомнить, что вам нужно быть осторожным с тем, откуда вы берете свои изображения. Убедитесь, что вы используете изображения, которые вы имеете право использовать. Вы не можете просто воспользоваться Google картинками, а затем использовать любое изображение из интернета. Это не только неэтично, но и незаконно. Вы можете найти изображения в интернете на таких сайтах, как gratisography.com, где есть тонна прекрасных фотографий, которые вы можете использовать в своих проектах. Вот еще несколько довольно творческих сайтов. Splitshye.com, unsplash.com и, наконец, destostockphoto.com. Поэтому ознакомьтесь с некоторыми из них, чтобы найти бесплатные изображения, которые вы можете использовать в своих постах. Еще один отличный инструмент для этого, также один из моих любимых сайтов, canva.com. Это бесплатный веб-сайт, который позволяет создавать графику. Действительно отличной вещью на сайте является то, что там есть много шаблонов, которые сделаны заранее. Итак, если я кликну more, и, скажем, например, я хотел бы создать пост Twitter, или я хотел бы спуститься ниже и добавить что-то вроде заголовка блога, обложки Kindle, то на сайте есть предварительно отготовленные шаблоны. Теперь вверху мы можем использовать настройки размеров. Итак, я кликну на это, и, например, наберу 744 на 400 пикселей, который, помните, был оптимальным размером для вашего заглавия в LinkedIn. А затем нажму Design. Теперь здесь он дает мне точный размер и позволяет начать создавать. Здесь я могу добавить некоторые элементы. Есть Free Photos, а также многое другое. Я могу добавить текст и разные фоны, многие из которых абсолютно бесплатны для использования. Итак, это еще один веб-сайт, который я рекомендую вам посмотреть и использовать для создания отличных заглавий или изображений для вашего поста. Теперь я вернусь к статье, и когда вы напечатаете ее, она будет сохранена. Таким образом, она будет сохранена как черновик. Как только вы закончите свою статью, вы сможете опубликовать ее. Теперь появится надпись сайт, потому что она будет автоматически сохранена как черновик, и вы сможете продолжить работу над ней. Однако, как я уже сказала, когда вы закончите, вы можете нажать Publish, и она будет опубликована и связана с вашей учетной записью LinkedIn. Теперь, если я кликну «Мо», это позволит мне начать новую статью, получить доступ к моему проекту, посмотреть на разные статьи и перейти в справочный центр. Я перейду к своему профилю LinkedIn и спущусь ниже. Сначала я перейду к своему профилю, а затем к посту. Итак, у меня есть еще 10 статей, которые находятся здесь, и посты, которые я написал. Я не очень доволен изображениями, которые я использую, но они такие, какие они есть. Вот, наверное, самый любимый пост, который я написал. Теперь я хочу кликнуть на него по одной причине. Это пост, который у меня уже был, и я могу войти и отредактировать его. Также он предоставит мне отличную статистику. Это говорит мне о том, сколько людей лайкнуло этот пост, сколько оставили комментариев и сколько людей поделились им. Я могу кликнуть здесь. И это даст мне еще более глубокую статистику о моем посте, что, на мой взгляд, очень полезно. Вы можете узнать, просматриваются ли статьи, которые вы публикуете, и комментируются ли они. Теперь я закрою это. Я считаю, что создание статьи или поста в LinkedIn является одним из лучших способов, чтобы обеспечить ценность ваших знаний. Поэтому я настоятельно рекомендую вам попробовать. Если вы хотите получить отличный совет о том, как это сделать, ознакомьтесь с несколькими курсами на нашем сайте. Один из них – Writing to be heard on LinkedIn, который создал наш собственный исполнительный редактор Дэн Росс. И второй курс – Writing Headlines by Starshine Rochelle.